Видные охотники России объявили войну техническому прогрессу. Сказали, мало того, что убивает сам первобытный дух этого занятия, да еще и зверей гибнет гораздо больше. Куда же им деться от новомодных прицелов с тепловизорами и вездесущих дронов? Уже недалек фантастический сценарий, когда появится ручной робот-охотник. Против таких новшеств в России предлагают возвести административный барьер. Насколько это возможно, оценил Олег Барышев. Вот это мой старенький эсказ. Дом Казиза Буошка, галерея его охотничьих побед, зубы хищников, чучело животных, фотографии, трофеев. В лесу он по старинке полагается только на верное ружье, меткость и собственный опыт. А вот приборы ночного видения, дроны и другие современные приспособления ему ни к чему говорит, это не спортивно. Нужно иногда возвращаться с пустыми руками, чтобы в следующий раз было на кого охотиться. Они пускают эти дрончики, этот дрончик пролетел и над деревьями снял, где что есть. И передал информацию. За последние 10 лет процесс охоты сильно изменился. Охотник 21 века лучше слышит, не боится ни дождя, ни холода. Метко стреляет благодаря тепловизорам и оптическим прицелам одинаково хорошо видит и ночью, и днем. Технический прогресс изменил снаряжение до неузнаваемости. Современные гаджеты дикому зверю просто не оставляют шанса. При наличии такого оборудования охотник превращается в терминатора, и для этого не нужно быть богатым. Новые разработки с каждым годом становятся дешевле и доступнее. На сегодняшний день один из наиболее популярных тепловизоров. 10 лет назад, наверное, большинство охотников не могло мечтать о том, что у них когда-либо будет подобного плана прибор. Большей долей вероятности может определить нахождение зверя и что за зверь находится перед ним. Но известные охотники считают, технологическая эволюция постепенно превращает благородное хобби в браконьерство. Животные не могут убежать и спрятаться, а охота, по сути, становится отстрелом. Существует просто дикое массовое браконьерство. И нахождение там зачастую людей, которые совершенно не понимают, что такое охота, стреляют по всему, что видится. И с помощью всего того, что движется. Это уже и дроны, и все прочее. В этом году сразу в нескольких регионах пришлось запретить охоту, чтобы восстановить популяцию животных. Но эксперты считают, если не ограничить использование различных гаджетов, восстановить экосистему уже будет невозможно. Ужесточение наказания в административном плане и в уголовном плане при проведении незаконной охоты, когда используются современные технические средства, такие как дроны, летательные аппараты и тепловизоры. Другие охотники к новой инициативе своих коллег относятся неоднозначно. Технические средства на охоте, с одной стороны, делают добычу зверя легче, но с другой безопаснее для человека. К примеру, тепловизор поможет избежать близкой и нежданной встречи с медведем. Все это так или иначе придется учесть, прежде чем изменить охотничье законодательство. Олег Барышев, Кристина Соколовская, «Известия» специально для РЕН-ТВ.